Ребята, всем привет! И в этом обзоре я хочу с вами продолжить изучать проект Люцем, про который я уже делал видеоролик и, соответственно, рассказать, в чем же суть данного фонда. Так вот, как вы помните, данный проект это проект для благотворительности и пожертвований, соответственно, в общем-то на блокчейне. И действительно, главная его цель это помогать детям по всему миру. И естественно, что они выходят на рынок криптовалют, потому что понимают, что криптовалюта это честность, защищенность и прозрачность. Также вы можете перейти прямо сейчас к голосованию, но опять же таки делать я этого не буду, кого интересует, те могут сделать сами. Я же пока продолжу изучать данный проект и скажу, что вот тут есть некоторые интересные цитаты. Ну вот, например, что мне понравилось, что есть два типа людей, которые скажут вам, что вы не можете изменить мир к лучшему. Те, кто боится пробовать и те, кто боится, что вы добьетесь успеха. Это Рэй Гофорд. И следующее это, ну в общем-то информация, что Международный дестерализованный детский фонд, то есть Люцем, он использует проект, в общем-то, на блокчейне для голосования и финансового аудита. И при этом он позволяет любому принимать решения при распределении бюджета. Также добавлю, что Люцем в принципе единственная дестерализованная компания, дестерализованный фонд, который помогает детям. И основной задачей фонда является приобретение и доставка медицинского оборудования и лекарств для детей по всему земному шару. Также добавлю, что полные проверки фондов, весь бухгалтерский учет, юридические сопровождения и вся логистика, они оплачиваются разработчиками Люцем и Искра. Ну Искра я уже говорил, да, про данный проект, это мы все уже с вами смотрели. Также добавлю, что сообщество путем голосования будет решать, где и когда должны финансироваться проекты. Ну и давайте покажу все-таки Искру, да, то есть чтобы вы опять-таки вспомнили про данный проект. Ну, тут есть русская версия, кстати, то есть можно выбрать русский вариант. Ну, делать этого уже не буду, то есть кого интересует, сделают сами. Также добавлю, что у них есть несколько этапов работы, можно сказать. Так вот, в общем-то, 300 миллионов токенов они допускают. И первый, скажем так, этап, это 50 миллионов токенов немедленно достигает фонда. Это ресурсы, которые после принятия решения будут использоваться только для детей. Также важно понимать, что любой уважаемый человек с добрыми намерениями может подать проектное предложение в фонд Люцем. И следующий, третий этап, то, что после того, как вы предоставили полную развивку проекта, в общем-то, общественность проголосует, чтобы принять решение, какие проекты будут реализованы и в каком объеме. И, естественно, что любой человек с Искра может участвовать в голосовании. Ну, и также добавлю, что токены Искра не являются акциями, не представляют голос общественной коммерческой организации. Ну, вот здесь мы видим, как раз, вот сек.глов как раз про это подробно расписывает. То есть, каждый, кто будет торговать Искра в течение 14 дней, может вернуть токены, получить возмещение. Ну, понятно, что минус тут за, собственно говоря, газ, да, то есть за саму транзакцию. Но, тем не менее, это, в общем-то, вполне нормально и объяснимо. Ну, что ж, надеюсь, что описание фонда вам было интересным. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok